Всем привет, друзья! Вы на канале Диктатура Закона, и сегодня мы хотели поговорить на тему, почему у нашего клиента, Каиржанова Нурбека Хасеновича, отобрали квартиру. И сделали это в стандартном поселке городского типа совсем нестандартным способом. Мало того, в этой неразберихе фигурируют еще и государственные органы. Но обо всем по порядку. Сегодня нас забросило в Индышлерский район, это всеми известная Акмолинская область, и, как я уже говорил, в непримечательный степняк с малопримечательным акиматом, юстицией и отделом ЖКХ. Казалось бы, три березы, но и в них, как показала жизнь, можно заблудиться. А еще вопрос, кто-нибудь слышал о таком понятии, как двойная регистрация? Не совсем? Тогда как раз об этом мы расскажем в этом видео. Все началось с того, что акимат Егенбекшлидерского района, признав дом бесхозным, легализовал одну из квартир нашему клиенту, Каиржану Анарбеку Хосеновичу. И дело это было еще в 2007 году. Сразу после чего господин Каиржанов зарегистрировал свое право в управлении юстицией этого же района. Получил техпаспорт, свидетельство на свое имя, тем самым стал полноправным владельством старенькой квартиры. Да бы ничего, но как случилось, так и произошло в 2009 году, а это почти через два года, господин Каиржанов попасть в свою квартиру уже не смог. Документы на эту квартиру появились у еще одного собственника в лице государственного учреждения, отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и Егенбекшлидерского района. Как такое могло произойти? Ведь в Конституции написано, что кто не может быть лишен имущества, не иначе, как по решению суда. Да, все правильно, закон гласит. Но справка формы 2, полученная из СОНа, говорит о следующем. Право индивидуальной государственной собственности, подчеркну, индивидуальной, принадлежит Каиржану Анарбеку Хасиновичу на основании решения о легализации имущества. Регистрация, как и видим, прошла 29 октября 2007 года. Та же время стоит 16 часов 41 минута. Но это одна сторона. Одновременно с этим, право индивидуальной государственной собственности, и здесь прошу обратить внимание, опять же, индивидуальной, принадлежит каким-то образом государственному учреждению отдела ЖКХ имбекшлидерского района. Регистрация произведена, как мы видим, 17 апреля 2009 года. А это, как я говорил ранее, спустя 2 года, как этой квартирой владеет сам Каиржанов. Иными словами, в 2007 году право собственности зарегистрировал Каиржанов. А вот уже в 2009 году, наряду с Каиржаном, регистрируется еще один собственник отдела ЖКХ. В обоих случаях собственность индивидуальная. И, друзья, только представьте, купили себе квартиру, а через 2 года приходит отдел ЖКХ и говорит, «Извините, теперь эта квартира наша. Как такое могло произойти, мы до сих пор озадачены». Посмотрев на основание возникновения права, мы увидели, что основанием служит какое-то решение суда 24 декабря 2007 года. Обратившись к названному решению, мы увидели, что право коммунальной собственности за спорной квартирой было признано за Акиматом Индексельдерского района. Интересно получается, исходя из нашей версии, но это чисто субъективное мнение. Акимат Индексельдерского района сперва признал квартиру безхозяйственной, а потом легализовал ее господину Каиржанову. Но возникает тогда огромный вопрос к юстиции. На каком основании здесь вообще фигурирует отдел ЖКХ? И это вопрос первый. Главный вопрос, во всяком случае положении, вторичная и двойная регистрация прав на недвижимость незаконно и законодательство в республике Казахстан строго запрещено. Таким образом, резюме видео такового, откуда право собственности возникло у отдела ЖКХ, разрешит час справедливого суда района Бержанцао. Как раз таки он состоится уже через несколько дней. Для информации хотелось бы добавить то, что с 2009 года отделы ЖКХ поочередно с управлением юстиции пытались оспорить право собственности Каиржанова. Однако все исковые заявления суд отклонил. Все-таки в этом случае есть мораль. Я обидно за державу. Живя в 21 веке, веки оцифровки всего и вся, все равно приходится сталкиваться с нарушением прав со стороны отдельных государственных органов, даже если они из глубинки. Таким образом, сегодня мы должны отстаивать свои интересы в суде, и это факт. Обещаем сообщить о результатах судебного разбирательства, только получим судебное решение. И в заключении хотим предупредить, не передавайте без повода свои документы незнакомым людям, даже если это копии. Будьте бдительны и хотя бы изредка проверяйте государственную регистрацию недвижимости, а то мало ли чего. Поддержать канал вы сможете лишь своей подпиской. И если за каждым просмотром у нас будет появляться новая подписка, и это придаст нам огромную мотивацию для создания еще более качественного и актуального правового контента. На этом мы с вами прощаемся. Всем удачи, всем пока!